Кубок арены Матищи «Живи танцуя» – захватывающее соревнование. Спортивный азарт здесь во всем. Но главное все-таки – не опередить соперника, а удивить его. Праздник творчества и фантазий. Проект, который начинался 4 года назад как инклюзивное отделение в рамках другого танцевального фестиваля, сегодня признан самым успешным конкурсом для людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе. Проект стал победителем премии губернатора «Наша Подмосковья». Ежегодно число его участников возрастает на четверть, что не может не радовать организаторов фестиваля. Приезжают новые коллективы. Педагоги и руководители творческих групп перед танцевальным марафоном проводят основательную подготовку. Мне бы еще хотелось подчеркнуть и работу руководителей, педагогов. В первую очередь мы работаем с ними. И наш фестиваль, он именно благодаря этим людям развивается. Эти люди как раз, в отличие от людей без ограничений по здоровью, всегда верят в свой успех, поверьте мне. Они всегда максимально искренни, бесстрашны, отважны, не боятся рисковать. Приехать из маленького села или городка и попасть на такой смотр – это событие. Это стимул для творчества. Ну а желание танцевать лучше с каждым днем этим детям не занимать. Это одна из технологий творчества танцы. Они помогают людям социализироваться. Каждый из них в танцах находит свою степень реализации. Самореализации в первую очередь. Они этим занимаются. Они этим увлекаются. Это их творчество. И посмотрите, какое царит сегодня в зале. Замечательное настроение. Восторга. Откуда бы вы ни приехали – из Ельца, Калуги, Москвы или Орехово-Зуева – тут вы входите в большой танцевальный мир, в котором не существует границ. Но есть свои времена года. Весна, лето, зима и осень – в исполнении воспитанников Мытичинского реабилитационного центра «Мечта». Это их первый танец и первая победа. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, информационная программа «День».